Добрый день, друзья! Добрый день, друзья! Но они же написали, что их семь. А если бабушка плюс дедушка, плюс две мамы, плюс два папы, две сестры, брат и еще одна маленькая внучка, это же получается десять человек. Э-э-э, а еще выступаете в роли волшебника. Да, волшебника, а не знатока из передачи «Что, где, когда». Ну хорошо, волшебник-недоучка, поясню. Две сестры это... Ой, нет, нет. Пусть наши слушатели сами попытаются на досуге разобраться в этой шутке-головоломке семьи Кузнецовых. А мне только скажите, чего они желают? Читаю письмо дальше. Каждый из нас мечтает услышать свою любимую песню в исполнении Валерия Леонтьева. Это номер один – песня о Москве, номер два – почти забытый мотив и так далее. Победитель нашего музыкального лото получит, если вы только поможете, ценный подарок песни. Конечно, поможем. Ну что ж, приступим к розыгрышу. Включайте лототрон. Итак, внимание, выиграл номер 390. Что? Вы хотите сказать, что в репертуаре Валерия Леонтьева 390 популярных песен? Нет, конечно. 390 – это число участников нашего импровизированного музыкального лото. Какая же, в конце концов, прозвучит песня? Цирк возвращается. Музыка Владимира Быстрякова, слова Александра Вратарева. Поет Валерий Леонтьев. Раз! Да, не за горами зима. А в чем причина столь глубокомысленного замечания? Ну, не забывайте же, что сегодня вы выступаете в роли волшебника. Угадайте. Ага, сейчас, сейчас, так. Вы взглянули в окно. Голые деревья, серое небо. Короче, поздняя осень. Да и зима не за горами. А вот и нет. Ну, тогда вы посмотрели на календарь, на котором осталось не так уж много листочков справа и... И опять не угадали. Просто я продолжаю разбирать нашу почту. А в ней все чаще стали попадаться конверты с зимними картинками, открытки со снежными пейзажами, юморезки на зимние темы или вот стихи. Московский поэт-юморист Сергей Сатин прислал нам свое новое шуточное стихотворение «Зимнее счастье». Над домами снег кружится. Весел, липок, бестолков. Во дворе сияют лица. Лепит двор снеговиков. Лепит двор. Кипит работа. Сырость с холодом не в счет. Позови домой кого-то, он умрет, но не пойдет. Мы работаем, потеем. Стал наш двор сплошным музеем. Сам я по уши в снегу. Помогаю, чем могу. Шел тут очень, кстати, мимо Славкин папа, дядя Дима. Сам с собой вопрос возник. Дядя Дима, не спешите. Вы как скульптор нам скажите, чей смешнее снеговик. Не отпустим вас отсюда, не ответите покуда. Сам я по уши в снегу, рядом встал и не гу-гу. Дядя Дима хитровато оглядел притихший двор. Я вам так скажу, ребята. Все они как на подбор. Сплошь отличная работа. Нет таких, кто был бы плох. Так что выделить кого-то я б, наверное, и не смог. Впрочем, нет. Рискну, пожалуй. Чей вот этот чудный малый? Это ж прелесть, что за нос. Дед не дед, но деда вроде. И не дед я, а Володя, только я и произнес. Скоро, впрочем, я привык к кличке Вовка-снеговик. А что, если нам продолжить детскую тему? Это каким же, простите, образом? Конечно, волшебным. Произнесем заклинание и возвратимся еще на несколько счастливых минут в безоблачную страну детства. Заманчиво. Ну, произносите поскорее. Сейчас. Как же это? А, во-во-во-во. Кри-бле-крабле-бум. Бумс? Нет, блюмс. Ну, и, ну, ничего и не вышло. Ну, 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 ничего, не все сразу. Попробую другое вспомнить. Шурум-бурум-сезам. Нет, забыл. Забыл все сказочные заклинания. Эх вы, а еще волшебник. Вспомнил. Раз, два, три. Аллея. Оп, вот, получилось. У микрофона ведущие нашей постоянной рубрики «Юмор в коротких штанишках» актриса Людмила Гнилова и поэт Михаил Либинь. В начале сегодняшней встречи, друзья, мы решили сразу же адресовать нашей уважаемой аудитории традиционное заключительное обращение. Какие будут вопросы? При этом наша уважаемая аудитория и без нас догадается, что вопросы будут самые разные, легкие и трудные, наивные и каверзные, бесхитростные и заковыристые. Ведь именно такие вопросы юные авторы нашей рубрики без конца задают старшим. А о чем конкретно, об этом рассказывают письма. Например, вот это, из Орла. Его прислала Людмила Васильевна Ермоленко. Сережа, пятый год, спрашивает. Мам, а почему очки висят на лице и не падают? Потому что они на носу держатся. А если я нос подожму? Из города Рыльско-Курской области пишет Валерий Тимофеевич Грибов. Моему шестилетнему Диме, видимо, кто-то сказал, что у него мамины глазки. Однажды он спросил. Пап, это правда, что у меня мамины глазки? Правда. Пап, а у кого же тогда мои? Письмо из Воронежа подписано так. Сидоров Виталик, ученик четвертого В-класса. Моему брату Михаилу три года, пишет Виталик. Ему купили новое пальто. Показав на второй ряд пуговиц, он спросил. А это что? Запчасти? Трехлетняя Ксюша Конакова из Саратова проходила с мамой мимо многоэтажного дома, в первом этаже которого размещался магазин. Оглядев все сооружение, Ксюша удивленно спросила. Мама, а зачем на магазин такой большой дом поставили? Письмо из Свердловска. Подпись Чемоданова. Гуляли с пятилетним Костей. Встретились на улице с моей приятельницей, с которой долго не виделись. После обычного приветствия Костя спросил. Тетя Люда, ну что у вас нового? Все новое, полушетя ответила та. Прямо все-все новое? А старое куда же деле? Пишет Галина Петровна Сидор из Плавско-Курской области. Воспитывая свою пятилетнюю дочь, говорю. Инночка, папе поперек ничего нельзя говорить. Она лукаво смотрит на меня и спрашивает. А вдоль можно? Вспоминает Наталья Андреевна Горб из поселка Менделеева Тобольского района Тюменской области. Когда Максиму было пять лет, он обратился ко мне с таким вопросом. Мам, а ты знаешь, почему земля такая грязная? Нет, не знаю. А я вот знаю. Она грязная, потому что по ней все ходят. Обратный адрес следующего письма. Город Баксай, Кабардино-Балгарская, АССР. Пишет Валентина Николаевна Федорова. Как-то слушали вашу передачу. Звучала песня в исполнении Михаила Боярского. Моя пятилетняя внучка спрашивает меня. Бабушка, тебе нравится Боярский? Да. И мне тоже очень нравится. Бабушка, а я навлюсь Боярскому? Аллочка, но ведь он же тебя никогда не видел. Нет, увидел. Он, когда поет по телевизору, всегда на меня смотрит. Друзья, это было последнее из писем, отобранных для сегодняшнего выпуска нашей рубрики. Желаем всего самого хорошего всем, кто нам пишет. И всем, кто нас слушает. Ну что ж, хоть мы и вернулись из чудесной страны детства, продолжим творить наши небольшие веселые чудеса. Выполнять заявки, просьбы и пожелания наших радиослушателей. Продолжим. Чье желание у нас на очереди? Желание Нади Малежик. Она просила поздравить с днем рождения свою сестру Вику, но, к сожалению, не указала обратного адреса. Не беда. Поздравляем вас, Вика, с шестнадцатилетием. Да, ну а как же вот мы без подарка? А у нас есть подарок. Песня. Песня в исполнении Игоря Скляра, которая, кстати, будет подарком и для всех тех наших слушателей, кто любит песни в исполнении этого актера. Итак, поет Игорь Скляр. Игорь Скляр. Продолжение следует...